Здравствуйте дорогие друзья! В данном видеоролике я хочу поделиться с вами опытом открытия инвестиционного счета ВТБ. Ранее делал обзоры брокеров и самостоятельно анализировал для себя. Решил открыть еще один брокерский счет у брокера ВТБ. Сделал свой выбор в его пользу. Это не является какой-либо рекламой. Каждый может под свои нужды выбирать того или иного брокера. Будь то американский брокер, или Тинькофф, или Альфа, или еще что-то. Под мои потребности дополнительно подошел ВТБ. Также у меня осталось два счета у Тинькоффа. Это ИИС и брокерский счет. На них также имеются активы. ВТБ это как дополнение. Данный счет я планирую пополнять. И пока его обкатываю, уже производил покупку валюты, производил покупку акций. Вчера, соответственно, появились впечатления. Уже есть с чем поделиться, как всегда, в режиме полной прозрачности. Вам все покажу и честно о своих впечатлениях расскажу. Видите, общая сумма внесенных средств 226 тысяч рублей. Были свободные средства. Вот, собственно, их и внес. Вчера приобрел две компании, ММК и Росгидро. Ну, не об этом ролик сейчас. Вот еще покупал доллары, 15 долларов для теста. Вводил 1000 рублей, попробовал покупку валюты, как оно работает. И вот, собственно, по компаниям. Что сразу хочу сказать. Интерфейс в приложении достаточно неудобный. То есть, после использования Тинькова, конечно, это небо и земля. Тут можно сделать вывод такой, что в приложении ВТБ можно зайти и заранее выбранный актив просто купить по выбранной цене. То есть, тут выбрать очень сложно что-то. То есть, никаких показателей, ни графиков, ничего нет. И такое довольно-таки все аскетично. Надеюсь, что со временем они посмотрят на приложения других брокеров и просто переймут их опыт. Это было бы самое разумное решение. Поскольку есть гораздо более удобные приложения и все достаточно в них обкатано. Что к плюсам. Интересная идея у ВТБ. Вот график дивидендов. То есть, у меня сейчас две компании. ММК и Росгидро. И можно посмотреть график. То есть, если было бы больше дивидендных компаний, я так понимаю, что тут было бы больше перечислено периодов и сроков значит, по закрытию реестра дивидендов. Вот пока только ММК у меня здесь стоит. Но это достаточно удобно. То есть, не надо каждую компанию смотреть. Это им большой плюс. То есть, они вот это придумали. Я раньше не видел в приложениях такой штуки, как график дивидендов. Считаю это удобным. Вот это, значит, большой плюс. И давайте коротенько покажу по функционалу и какие у меня сложились впечатления. То есть, видите, 3 октября я приобрел доллары и вчера производил покупки по компаниям. Хотел перепроверить комиссии. Комиссии здесь по тарифу мой онлайн. 0,05% это берет брокер и 0,01% берет биржа. То есть, 0,06%. Плата за депозитарий не снимается. Это очень удобно и можно не привязываться к периодам, а покупать и продавать в любой момент, не задумываясь о том, что необходимо будет оплачивать депозитарий за месяц. Итак, первое, что меня смутило, это отсутствие информации по комиссиям. То есть, я сейчас нажимаю на сделки. Вы этого не видите, но я это делаю. То есть, сделку открыть как таковую нельзя и посмотреть о ней информацию. Это чистое уведомление. Так, если мы пройдем саму компанию, то это вот таким вот образом выглядит. Такой вот график. Можно открывать за месяц, за неделю, за год, за день. И так же, как в других приложениях, можно вот такой бегунок ставить и смотреть сумму, стоимость, которая была на тот или иной момент. Вот здесь отображается, что 137 тысяч акций приобретено, по такой-то стоимости. И, соответственно, что я хотел сказать. Вот она история операций. Но не отображается комиссия. Вот у меня комиссию я так и не смог посмотреть. То есть, ссылка, она как бы замыкается. То есть, я смотрю историю операций, хочу более подробно ее посмотреть. И она меня снова перекидывает на вкладку компании. То есть, скажем, утеньковая. Всегда расписано, что стоимость компании столько-то. Эта комиссия снята в таком-то объеме. То есть, можно высчитать процент. Лиже этого не ясно. То есть, только посмотреть с калькулятором по остатку средств, той сумме, из-за которой она была куплена, и пересчитывать. Если у вас есть, может быть, вы знаете, в какой вкладке это находится, скажите, пожалуйста, потому что я не разобрался. Смотрел разные варианты. И, в общем, не нашел выход из этой ситуации. По-моему, комиссия не отражается. Вот таким вот образом это выглядит. График, прямо скажу, неудобный. То есть, он очень схематический. Можно двигать этот бегунок. Он двигается гораздо позже, чем я нажимаю пальцем. И, в общем, как-то подвисает. Диапазон по процентам выбрать нельзя. И двигать в сторону его тоже нельзя. То есть, в ряде других приложений можно вправо-влево двигать. То есть, он как бы в недельном масштабе показывает диапазон движения цены. Здесь же этого сделать невозможно. То есть, график чисто визуально, чисто схематически. Вот примерно вот так цена ходила. То есть, для конкретно просмотра каких-то данных необходимо открывать стороннее приложение и пользоваться им. Далее, что хочу сказать. Есть вкладочки описания. Вот таким вот образом это выглядит. Но я бы порекомендовал ВТБ описание добавить вниз, чтобы не переходить в отдельную вкладку. Потому что Росгидро мы все знаем, чем занимается. Но много компаний, деятельность которых непонятна с первого раза. И каждый раз проходить по вкладке и смотреть, это не очень удобно. Вот я бы скорее заменил вот эти открытия. Максимум, минимум, объем. Считаю вот эти данные абсолютно ненужными. Для кого это сделано непонятно. Лучше бы сюда вставили описание компании. Поскольку сколько их в день купили или с какой был минимум или максимум. Это лучше смотреть на нормальном графике. В любом случае его нужно будет открывать, чтобы провести какой-либо анализ. Но это лично мое мнение. Возможно, кому-то это удобно. И снизу вот определенные такие вкладочки. Новости, рекомендации и все прочее. Значит, давайте еще, что я хочу сказать. Давайте уйдем от портфеля. К следующей вкладке перейдем. Посмотрел идеи для инвестиций. Долго разбирался. Значит, рекомендуют они, конечно, покупать продукты ВТБ в первую очередь. Тут выскакивает табличка топ идей. Но топ идей, конечно, я взялся за голову, когда прочитал одну из идей. Вот приобретал ММК. Когда приобрел ММК, уже посмотрел их идею. Значит, они тут прогнозируют доходность 72%. И уровень, соответственно, вот этого обзора, он, как бы сказать, очень мягко. Ну, никакой. То есть, ничего не оценивается. Никаких особо данных нет. Просто ММК крупная компания. Вот поэтому нужно ее покупать. И все будет хорошо. И снизу обратите внимание. Рассчитанная нами прогнозная цена акций ММК через 12 месяцев составляет 13 долларов. То есть, непонятно. То есть, прогнозная цена акций 13 долларов. Почему 13? 13 долларов это, ну, если грубо взять, это около 800 рублей. Или там 780, там 800 рублей. Можете рассчитать, как получилось 13 долларов за акции ММК, когда она стоит 37 рублей. То есть, тут и в то же время написано 72% рост. Ну, тут вот в табличке указано правильно. Текущие на 7, значит, они ориентируются на цену в 64. То есть, это, да, примерно 72%. Но почему 13 долларов, это не совсем ясно. Это 780 рублей. То есть, видимо, при выкладке данной статьи она никому, никем не проверяется. Как-то методом, наверное, копировать, вставить. Тому идеи, честно сказать, я бы не стал на них ориентироваться. И вот так же и с долларовыми компаниями дело обстоит. То есть, если мы откроем там Мастеркард, например, тоже уровень обзора такой, что это большая компания. У многих ее карточки, Мастеркард, помимо визы. Поэтому нужно покупать Мастеркард, потому что, значит, компания большая. В принципе, весь анализ не стал бы на него ориентироваться. Но, наверное, данная вкладка будет доработана. Будут какие-то реальные инвестидеи с реальными параметрами, с выявлением сильных и слабых сторон. И действительно, почему купить ту или иную компанию, помимо того, что она крупная, и мы ее знаем. Так, по идеям, я думаю, понятно. То есть, идеи я не использую. Роботом я пользовался в приложении ВТБ. Значит, робот не работает. Ему пишешь одно, он отвечает на совсем другой вопрос. И с оператором я так и не нашел возможность связаться через чат. Отвечает робот, а потом, значит, просит оценить его работу. И на том, как бы вопрос заканчивается. Можно написать снова вопрос, но робот опять ответит и как бы не по теме. По вкладке котировки можно выбрать избранные. Вот я повыбирал некоторые компании, добавил их сюда, проверил, что да, работает. Можно поставить звездочки. Они по этим звездочкам сюда добавляются. Эта система работает. Значит, по акциям в первую очередь идут российские компании. Среди них можно выбирать, сортировать по стоимости. Я, как правило, смотрю в таком ключе. То есть, по возрастанию, по убыванию. Так, хотел вам продемонстрировать, но... Похоже, сразу это сделать не удастся. Так, давайте попробуем по убыванию сделать. Ну, вообще, по-честному, не хочу ничего сказать на приложение ВТБ. Вот эта у меня система, она работала. То есть, она действительно сортировала акции. И можно было видеть, что... Какие акции наиболее сегодня упали, какие наиболее выросли. И вот таким вот образом, значит, выглядит подбор компаний. Очень много разных организаций. В плюс ВТБ могу сказать, что тут компании из российского рынка представлены более широко, чем на, скажем, приложении Тинькова. Очень много компаний таких малоизвестных. Но, возможно, среди них есть интерес выбрать компании перспективные. А в качестве минуса, опять же, могу сказать, что, например, компания IMMB-CB. Вот я такую не знаю компанию, к примеру. ЛЭСК, я не знаю. То есть, вот эти аббревиатуры, может быть, они где-то и на слуху. Но, скорее всего, в полном названии. И есть вся возможность, значит, название указать более широко. И чтобы оно было понятно, написано, чем вот куча вот этих аббревиатур. Как вы видите, их тут достаточно много. И вот если посмотреть, что такое IMMB-CB, значит, вот тут как бы информации тоже никакой нет. Можем пройти и посмотреть в описании. В описании тоже ничего нет. То есть, ну, примерно то, о чем я и говорил, что если вы хотите что-то купить в приложении ВТБ, вы здесь ничего не выберете. Это нужно использовать со сторонними источниками. И только сюда зайти уже по тикеру, найти необходимую компанию и просто произвести ее покупку, отнажать купить и ввести сумму. Ну, поскольку, действительно, здесь выбор очень такой своеобразный. Ну, за исключением тех компаний, которые на слуху, типа Газпром, Газпромнефть, ММК и прочих. Ну, вот еще раз повторюсь, плюс то, что компаний здесь существенно больше. Я, наверное, как-то возьмусь и компании четвертого эшелона, пятого эшелона разберу, поскольку среди них тоже попадаются достаточно интересные компании, которые платят дивиденды. Итак, следующая вкладка – это валюта. Валюта стандартна. Здесь можно ее приобретать, значит, от одного доллара, от одного евро и можно приобретать пакетами. Пробовал покупать, 15 долларов купил, все получилось. Значит, к валютам вопросов нет. К облигациям разбирался с облигациями. У меня появились вопросы по облигациям. Опять же, сделаем сортировку. Вот, меня интересует доходность. В таком вот ключе. Вот здесь, видите, она сработала по возрастанию. Давайте поставим по обыванию. И, соответственно, максимальная ставка, вот вы видите, доходности к погашению 11.56. Это веб, потом 10.7 идет. Но меня удивило то, что нет высоко доходных облигаций. То есть, почему их нет? Выбор достаточно большой. Здесь облигации можно листать и листать. Но почему-то облигации с доходностью 12, 13, 14, там 16 процентов, их почему-то нет. Начал разбираться. У меня на Тинькове, скажем, до сих пор куплены облигации ЖКХ Якутии. Считаю их достаточно надежными. И хотел переложить их в ВТБ. То есть, продать там, купить здесь. Они сейчас в небольшой еще плюсик зашли по самим котировкам, помимо купонного дохода. И пытался найти их здесь. То есть, ввел вот таким вот образом. Вот можете видеть, раньше я уже ЖКХ вводил. То есть, он не находит ЖКХ Якутии, зато находит какие-то ЖКХ РСЯ. То есть, нужно разбираться, что это за ЖКХ РСЯ, но 12% годовых. Почему-то в скринере он не показывает вот эти 12% облигации, а максимум 11,56. То есть, видимо, есть все-таки возможность в ВТБ покупать и другие виды облигаций. Но тут вы так их не найдете. Нужно где-то, опять же, в другом месте выбирать и пытаться вводить по тикерам, по названиям, по каким-то аббревиатурам. То есть, ЖКХ Якутии я здесь так и не нашел. Ну, не чуть больше, чем 12% доходности. Но можно, конечно, пытаться искать. Может быть, они как-то здесь по-другому написаны, но в скринере они отображаются. Это тоже, как бы, такой достаточно существенный минус, что хотелось бы видеть полный перечень без ошибок. Поскольку, раз мы работаем уже с приложением, хочется видеть все облигации. И раз мы применили такую сортировку, значит, от большего к меньшему, почему-то он их не показывает. С облигациями, думаю, понятно. Вот иностранные акции. При установке приложения сразу не показывается вот эта вкладочка. А Санкт-Петербургская биржа подключается в течение нескольких дней. Изначально у меня ее не было. Я звонил и мне дали ответ, что нужно просто подождать. И действительно, через примерно 2-3 дня появилась вкладка иностранной акции. То есть, меня подключили через ВТБ к Санкт-Петербургской бирже. В принципе, тут сокращений нет. Это о чем я говорил в российских акциях. То есть, написано Ford Motor Company, а не FMC, например, или Delta Airlines. Могли бы там дал написать, как вот очень много сокращений по российским компаниям. Я бы все-таки предпочел видеть полное название, как у американских компаний, которые я вам сейчас показываю. То есть, без сокращений. Пусть он где-то вот в Bank of New York Mellon, например, не входит. Или просто в Bank of New York Mellon. Так, ну не суть. В общем, полное название. Это гораздо удобнее, чем сокращенные. В принципе, по иностранным активам здесь вопросов нет. Отображается все нормально. Приобретать еще не пробовал. Но думаю, что с этим проблем не будет. По фьючерсам. Я фьючерсами не торгую, но они здесь есть по необходимости, кому это будет интересно. Также еврооблигации. Можно выбрать ряд облигаций. То есть, в принципе, здесь есть из чего выбрать. Тоже приобретать не пробовал, пока не планирую. Но наверняка найдутся интересные варианты. И по фондам. В основном здесь ВТБшные фонды. Но есть и другие. То есть, на первое место они свои ставят, чтобы приобретались. И кто любит ETF-ы, думаю, найдет для себя интересные варианты к различным индексам привязки и все прочее. И вкладка размещения. Это вот, я так понимаю, на стадии размещения УФЗ народные. И все прочее тоже для тех, кто предпочитает подобные виды активов. Ну, пожалуй, вот такой вот мой обзор. Как я уже говорил, изначально вывод сделаю такой, что приложение ВТБ, оно в целом рабочее. То есть, можно в него зайти, можно купить актив. Но будьте добры, заранее ознакомьтесь с активом, ознакомьтесь с компанией. Посмотрите на график, посмотрите по ценам. Описание компании, показатели рассмотрите. И в приложение можно зайти, уже ввести конкретный тикер в поиск и конкретную сумму и нажать купить. То есть, это вот пока максимум, к сожалению, этого приложения. На большее рассчитывать не приходится. Я надеюсь, что ребята откроют другие приложения, того же самого Тинькова. И просто посмотрят, как у них это сделано. Сделают точно так же или примерно так же. И все будет у них более, скажем так, интересно и функционально. Пока в приложении работать невозможно. Соответственно, при выборе, например, Росгидро или ММК, у меня был открыт Трендинг Вью и Тиньков. То есть, я через Тиньков и Трендинг Вью посмотрел данные и конкретно по точкам входа. И также контролировал процесс волатильности цены. То есть, в тот момент, когда было необходимо, я зашел просто в ВТБ и уже по конкретным заявкам отработал. И приложение все купило. Заявки, кстати, на покупку от конкретной цены работают. Никаких проблем не возникает. Ну вот текущий мой отзыв такой. Постарался максимально честно сделать. Не хотел никого обидеть или пригласить в ВТБ инвестиции. Никакого смысла в этом нет. Каждый выбирает для себя. Но мое впечатление именно таково. Дальше по развитию ситуации. Что-то будет интересно. Я обязательно выпущу ролик. Также, если интересно, мои доводы к покупке ММК и Росгидро на текущий момент. Опять же, это не в формате рекомендаций. Это чисто моя стратегия. Я их приобрел. Вот. К этому я расскажу в последующих роликах. А на этом все. Всего доброго. Удачи в инвестициях. До свидания.